Здравствуйте! Вы смотрите программу «Мастер спорта» в студии Андрея Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Им предстоит играть в первом профдивизионе чемпионата страны. В Самаре появилась женская команда «Крылья Советов». Профессионал высокого класса. Золотую медаль с чемпионата России по пауэрлифтингу привез в Самару параспортсмен Петр Александров. Секреты успеха чемпионов. Мастер-класс для самарских юниоров от ветеранов большого спорта. Самарские женщины заиграли в профессиональный футбол. Полтора года назад в клубе «Крылья Советов» создали женскую команду. Средний возраст спортсменок – 17 лет. В этом году они будут играть в первом профдивизионе чемпионата страны. Кроме этого, они уже попробовали свои силы в Кубке России. Подробнее о необычной команде в эксклюзивном репортаже расскажет наш корреспондент. «Стадион «Металлург» снова ожил от возгласов болельщиков и кричалок фанатов. На поле играют «Крылья Советов» в женском составе. Профессиональную команду создали осенью 2019 года. Родители полузащитника Полины Гевка даже и не мечтали, что их дочь когда-нибудь наденет футболку легендарного клуба. Они привели дочку в этот вид спорта и станцев в дворовую команду. Сейчас уверены – женские «Крылья» взлетят выше мужских в чемпионате страны. «Команда идет своим путем намеченным. У них поставленные задачи, они как бы их выполняют. Город ждал появление женской команды. Наконец-то и случилось. За любимые ромби бились, добивались статуса профессиональной команды. За любимые ромби, и давно к этому шли девчата. Я, например, рад за них, за руководство, что они добились все-таки этого. Молодцы девчата. Все будет впереди, победы будут». Полина Гевка – лидер женской команды «Крылья Советов». Приглашается на тренировки сборной страны. Этот сезон для нее начался с Кубка России. Одну шестнадцатую финала ее клуб выиграл со счетом 7-0 у Нижегородской «Ники». Одну восьмую финала проиграл дома, московскому «Чертаново-05». Впереди национальный чемпионат в первой лиге. «В 17 лет не было футбола. Мы играем в Самару, мы новое поколение. Боремся. Болельщики приходят, за нас болеют». Самарские фанаты футбола от женской команды «Крылья Советов» ждут спортивного чуда. Уверены – у них все получится. «Это очень хорошо, что девушки тоже задействованы в футболе». «У них все впереди. Они только начинают свой карьерный путь. Это новая команда, которая выделена из Академии «Крылья Советов». Давайте пожелаем им просто удачи. Я думаю, что через несколько лет мы увидим хорошую, сплоченную, сыгранную команду при соответствующей поддержке женский футбол в России, в частности в Самаре. И команда «Крылья Советов» будет тоже развиваться, расти и показывать отличный классный результат». За результат женских «Крыльев» отвечает главный тренер Галина Комарова. В прошлом футболист-полузащитник выступала за 7 российских клубов, в том числе и за самарские ЦСКА ВВС. Двукратная чемпионка страны в общей сложности сыграла 172 матча и забила 60 мячей. За сборную России на международном уровне в 59 матчах оформила 6 голов. На дебютном для национальной команды чемпионате мира Комарова забила первый мяч. Поэтому побеждать тренер «Крылышек» умеет, учит этому и своих подопечных. Главная цель – Суперлига. «Девчонкам сказала, что не надо бояться. Мы идем туда, и мы хотим там играть. И здесь, на уровне Самарской области и при Волжье, мы выиграли уже все, что можно. Потому мы начнем, может, с каких-то проигрышев, будут победы, будут качели. Без этого не бывает великих побед». Женскую команду собирали в Самаре по крупицам, закрыли советов, играют спортсменки ЦСКА ВВС, МЕГИ и 11-й спортивной школы Олимпийского резерва. Это самая молодая команда в первой лиге. Девушкам в основном 16 и 17 лет, но уже 4 футболистки привлекаются на тренировки в молодежную сборную страны. «Самара – она футбольная. В нашем городе нашлись те девочки, которые соответствуют уровню или попадают в расширенный список сборных молодежных. Молодые перспективные девочки, все местные воспитанницы. И мы надеемся, что из этого состава, из этого костяка вырастет хорошая команда». Первые матчи в первой лиге начнутся в середине лета. Крылья советов в начале несколько встреч сыграют в Самаре на Металлурге, потом на выезде. В женском чемпионате России за медали сразятся 24 команды. Задача «Крылышек» в первом сезоне – попасть в восьмерку лучших. И на финальном этапе побороться за места на пьедестале почета. Профессионал высокого класса. Самарский пара-спортсмен Петр Александров выиграл золотую медаль на чемпионате России по пауэрлифтингу спорта слепых. В троеборье он поднял в общей сложности 580 килограммов, что позволило ему выполнить норматив названия «Мастер спорта». О тренировках и планах на будущее в следующем сюжете. Для Петра Александрова тренажерный зал как второй дом. Неизменно уже более 20 лет он несколько раз в неделю тягает железо и совершенствует свою физическую форму. Совсем недавно он вернулся из Брянска, где состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. В троеборье Петр весовой категории до 90 килограммов завоевал золотую медаль с результатом, который позволил ему выполнить норматив названия «Мастера спорта». Теперь Петр восстанавливается после соревнований. По зависимости от периода, то есть на подготовке более интенсивной, на межсезонье менее интенсивной, потому что нельзя быть постоянно в форме. Это существует пик формы, это предсоревнование на пик формы, на силовые результаты выходишь. И в межсезонье там уже силовые немножко сбавляешь. Такой мощный и силовой вид спорта Петр совмещает с очень нежной и аккуратной работой. Здесь я работаю в отделении, реабилитации, делаю детям массаж. Для детей много сил не надо, это же дети. Весь тренировочный процесс Петра контролирует его наставник Леонид Горжа. Он разрабатывает для него программу, которая помогает спортсмену выходить на пик формы к соревнованиям. Леонид отмечает, по работоспособности и ответственности Петр самый настоящий профессионал. Наверное, это больше человеческий фактор, хотя да, ограниченные возможности. Человек сподвигает как-то на то, чтобы самореализовать, самоутверждение в жизни. Доказать что-то самому себе. Это занимает далеко не последнее место. Волевой настрой, отдача и прочее, прочее. Петр молодец, он, еще раз повторю, правильно относится к тренировочному процессу. Не допускает ненужных каких-то вещей. Такой ответственный подход к делу и помогает добиваться высоких результатов. Впереди у спортсмена серия медосмотров и подготовка к чемпионату мира в Грузии, на котором Петр планирует замахнуться на поднятие рекордных килограммов. Авантюрист, спортсмен и победитель по жизни. Четверть века Олег Пустовой занимается ремонтом машин. И лишь единицы из его окружения и сотен клиентов знают о маленьком увлечении, как сам Олег называет свои победы в спортивных чемпионатах на российском и международном уровнях. В его арсенале сотни медалей, большая часть из которых за первые места. С чемпионом встретилась наша съемочная группа и готовы рассказать, с чего начинается успех. Самое ценное – это полег атлетики Сидней. Это там, где завоевал на всемирных ветеранских играх на 400 метров второе место. Сегодня эта серебряная медаль, завоеванная в международных соревнованиях начала нулевых, одна из сотни в коллекции чемпиона России, Европы и мира по легкой атлетике Олега Пустового. Но самое близкое сердцу, потому что первое. Впрочем, серебра спортсмену оказалось мало. Через пару лет после первой награды Олег вернулся в Австралию, но уже за золотом. В 2008-2009 год было серебро, а в 2013 год было золото. В спорте, признается Олег Пустовой, он по любви. Путь начался внезапно и сложился извилиста. В 10-м классе участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, где показал рекордный результат. После чего попал в сборную, но больших успехов достичь не успел. Забрали в армию. После чего в 90-е Олег посвятил все свое время работе. И было не до спорта, тем более профессионального. Вот уже четверть века он занимается автомобилями. Из сотен клиентов лишь единицы знают об амбициозном увлечении мастера – побеждать. Это хобби, именно так Олег относится к своим победам, возродилось в нулевых, после очередной встречи с тренером. Награды спортсмен начал брать уже будучи ветераном спорта. Везде надо душу. Не будет души. То есть, по мне, если взять работу, то если ты не вкладываешь душу в свою работу, то не будет качества. Ты не будешь дорабатывать, значит не будет результата. То есть, душа должна. И я такой просто по характеру, что если оно не получается, или оно не идет, или там что-то, я не буду этим заниматься. Мне неинтересно. Мне сам важен сам процесс. Вот именно адреналин. Случайными победы Олега Пустового не назовешь. Сейчас он тренируется шесть раз в неделю. После того, как на европейских и международных соревнованиях запретили участвовать спортсменам с флагом России, Олег начал поиск альтернативного вида спорта. Выступать под безымянным флагом спортсмен не захотел. Выбор пал на греблю. Коллектив нравится. То, что мы в коллективе, в легкой сравно ты как бы индивидуально занимаешься. А здесь коллектив у каждого свой характер. У кого-то плюсы, у кого-то минусы. Все в совокупе должно играть только на достижение одной цели. И все. Если ты отдаешь себя полностью, то тогда это интересно. Бывает такой момент, что на работе наработаешься уже, ты полностью выкачанный. И чисто машинально переодеваешься, едешь, про себя в какой-то степени думаешь, господи, уже как чего. Пришел, переоделся на тренировке, начал какую-то работу делать, ее сделал. И уже потом, по окончании, когда едешь домой, думаешь, я ведь еле-елеся это. И вот это уже так вот идет. Гребли, отмечает Олег Пустовой, командный спорт. Успех здесь зависит от сплоченности тех, кто в лодке. Поэтому работа идет не столько физическая, сколько психологическая. Важно замотивировать всех участников, чтобы вместе прийти к победе. А для этого важны регулярные тренировки и уверенность в своих силах. На своем примере Олег Пустовой показывает, что ни возраст, ни занятость, никакие другие причины не смогут остановить человека, если он чем-то действительно загорится. Секреты успехов победителей от ветеранов большого спорта. В Самару приехали чемпионы Олимпийских игр и первенств Европы. Встретились с юными спортсменами и поделились своим бесценным опытом. Что необходимо делать, чтобы оказаться на пьедестале почета, и как удержать победные позиции, узнал наш корреспондент. Елизавета Бронина, кандидат в мастера спорта, занимается легкой атлетикой. В 2019 году спортсменка взяла серебро на первенстве России. Тренируется уже больше 10 лет. Все это время рядом надежное плечо. Тренер Геннадий Белков. Тренер не только себя тренирует, он еще наставляет, направляет, мотивирует. Это очень важно. Усилие над собой – это одно. А заставить это усилие кого-то проявить – это совсем другое. И тренерский состав, и спортсмены получают награды за верность своему делу из рук чемпионов мира. Команда профессиональных спортсменов колесит по стране, встречается с детьми, мотивирует их на новые свершения и делится своим опытом. Вот эту линию преемственности старшего поколения и младшего мы, конечно, рассказываем. Потому что то, что мы нашибались, мы хотим, чтобы наши дети не ошибались. И зная то положение, в котором находится сейчас российский спорт, мы хотим, чтобы вот этот флаг российского спорта опять вывести на такую высокую планку. Это самый яркий, живой пример того, как для наших детей, для наших воспитанников спортивных школ, для того, как достигать своих целей, для того, как стать лучше, чем других в своем виде спорта. Среди гостей – спортсмены по волейболу, легкой атлетике, баскетболу. Главная цель проекта – воспитать поколение победителей. Полумарафоном отметили День России самарские любители физкультуры и спорта, пробежав по Волжскому проспекту несколько дистанций легкоатлетического фестиваля «Королева спорта». На старт вышли как взрослые, так и дети, любители и профессионалы. Участников на финише встречал наш корреспондент. Спасатель МЧС Дмитрий Ганихин – марафонец со стажем. Пробежка для него – стиль жизни. Бежит при любой погоде и в любой спортивной форме. На этот старт вышел с травмой ноги, но, как говорится, охота пущей неволе. Преодолеть свои слабости и финишировать – вот главная мотивация на соревнованиях. Для себя, чтобы себе доказать, 21 километр – это не маленькая дистанция, а также я участник московского марафона 42 километра, еще более не маленькая дистанция и, соответственно, ставлю перед собой цель. Для любителей физкультуры в День России Федерация легкой атлетики устроила спортивный праздник. На Волжском проспекте прошел фестиваль «Королева спорта». Выйти на старт мог любой желающий. Бежали от мала до велика – любители и профессионалы. Дистанции 3-10 километров и полумарафон каждый выбирал по силам. Правильное отношение к здоровому образу жизни показали и сотрудники городской и районных администраций. Свои три километра достойно пробежал руководитель департамента спорта Дмитрий Чеканов. Я, в принципе, всегда занимаюсь спортом. Я спорт очень люблю. Я не прекращаю им заниматься. Поэтому, неважно, забег это, футбол, баскетбол или еще какая-то дисциплина, я всегда к этому готов. Так же, как и все наши ребята, которые втягиваются в наш спортакиады. Наши жители любят спорт и все чаще начинают им заниматься. Все больше людей начинают бегать, все больше детей начинают играть в футбол. И это говорит о том, что Самара на самом деле спортивная столица. Легкоатлетический фестиваль королевы спорта прошел в пятый раз. В этом году на старт вышло около двух тысяч любителей бега. Чтобы участников было еще больше, организаторы впервые провели костюмированный забег. Победителей и призеров здесь тоже определили. Главными были не минуты и секунды, а творческий подход. Народ с удовольствием отозвался, с удовольствием нарядился и бежит. И бежит с удовольствием, с улыбочкой. Такие костюмы, что мы, когда выбирали победителей, мы задумались. Потому что слишком много красивых, прекрасных костюмов, которые сложно выбрать. Вот этот лучший, этот нет. Но мы выбрали лучших четверых. Невеста, мышка, народная красавица, ремонтник с ключом. Так оригинально королева спорта отметила День России и открыла летний легкоатлетический сезон в Самаре. Для любителей бега в городе планируется проводить несколько соревнований в месяц. Самые яркие – это Самарский марафон и чемпионат области. На этом все. Больших побед вам. Удачи!